После Олимпиады развитие инфраструктуры курорта не замедлилось, а скорее наоборот. Только теперь силы брошены на периферию. Преобразование района начинается, что называется, с порога. Территория около поста Магри обновилась к началу курортного сезона. И сейчас зеленая группа и световые конструкции радуют гостей и жителей курорта. Восстановлены и пострадавшие от стихии аулы. Самые масштабные работы взяли на себя сочинские единороссы. Благодаря им жители уже вернулись к привычной жизни. Помогали очень хорошо. Людей было много, помогали везде. Убрали нам все, очистили заборы, сделали новые заборы. Асфальт местами, где проложили. Ну что, спасибо, надо говорить руководству, которые беспокоились за нас так сильно, что не бросили нас в такую тяжелую минуту в беде. Решаются и застарелые проблемы. Из краевого бюджета выделено 50 миллионов рублей на ремонт в Лазаревских дорог. За счет муниципальных средств, а это порядка 10 миллионов рублей, уже отремонтировали часть районных улиц. Например, в Шхафите, улицу Адыгейскую. В ближайшие дни около дома номер 19 смонтируют современную детскую площадку. Всего по району уже работает 23 игровых комплекса. Район постепенно развивается и в приоритете социальное направление. Проведена колоссальная работа по Лазаревскому району. И как обещал мэр нашего города Анатолий Николаевич Пахомов, он и уделяет Лазаревскому району максимальное внимание теперь после Олимпиады. Мы прекрасно видим, что у нас построено три детских сада. Сейчас мэр нашего города Анатолий Николаевич предоставил нам скейт-площадку. Мы ее сейчас будем монтировать, устанавливать в Парке Победы. Сейчас идет газификация по нашему району, в частности поселок Мирный, Слоняки, Волконка. Сейчас газификация идет, будет проводиться в Ардане. В районе намечается и строительство масштабных проектов, которые привлекут туристов. А значит будет и работа у местного населения, и стабильное развитие инфраструктуры. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.